27 февраля 2023 года произошло очередное ЧП в московском метро. Примерно в 8 или полдевятого вечера на станции «Спортивная» произошло сильное задымление, из-за чего пассажиров начали стремительно эвакуировать со станции. От станции «Парк культуры» до станции «Университет» было остановлено движение. При этом разные источники выдавали разную информацию о том, в каком направлении движение было остановлено полностью, а в какую сторону осуществлялось с увеличенными интервалами. Причиной стало воспламенение подвагонного оборудования в промежуточном вагоне номер 0713 модели 81741.1 «Русич». Причём и тут не было единства между официальной и неофициальной подачей информации, а налажали и там, и там. Так Диптранс Москвы сообщил о возгорании двигателя, хотя на фото и видео отчётливо видно, что дым идёт из-под вагона ближе к сочленению, где расположена средняя поддерживающая безмоторная тележка. А 28-го числа один из пабликов ВК, не удосужившийся разобраться, выдал в качестве причины возгорание некоего оборудования жизнеобеспечения. В реальности же по фото можно отчётливо увидеть, что загорелся модуль силового инвертора – многоблочное устройство, управляющее асинхронными тяговыми двигателями. Причём это уже не первый раз, когда случается подобное. В прошлом эти модули уже выдавали задомления. Причиной же являются трудности с обслуживанием и ремонтом вагонов этого типа, которая преследует русичей с момента их ввода в пассажирскую эксплуатацию в декабре 2003 года. Однако в последние годы ситуация усугубилась, свидетельством чему является всё увеличивающееся количество вагонов-доноров, вставших с той или иной поломкой вагонов и разобранных на запчасти для ремонта остальных. Самая большая проблема же кроется в том, что НИИП имени Тихомирова, производящий автоматизированные компьютерные системы управления верхнего уровня для вагонов метро, уже давно снял с производства и более не обслуживает систему «Витязь М1», установленную на составах русич. Кулуарно причиной называется уход с предприятия людей, занимавшихся её разработкой. На данный момент отказ «Витязя» является самой частой причиной отставки вагонов в трупный ряд с их последующим разбором на запчасти. Около 10 часов вечера состав был отбуксирован в тупик и движение с оконической линией было восстановлено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok